О ретроспективе невозможности измов или о том, почему коммунизм точно не победит никогда. Историческая юморезка, читает автор. Париж, Рю-де-Лапе, 1815 год, кафе. За уличным столиком сидит отставной революционер, отставной чиновник директории, он же отставной наполеоновский генерал с медалями чуть не забитого у пирамид и грустно пьет кальвадос, глядя на торжествующих аристократов. Напротив расположился торжествующий аристократ с белым бантом в золотых лилиях и тоже пьет кальвадос. У него складывается примирительный диалог с бывшим. Так вот, господин революционер, как я и говорил, вот на 1791 году этому вашему Сен-Жюсту, буржуазная общественно-экономическая формация с ее демократией – это красивая утопия. Она не может работать? Нет, не может. Почему? Да, просто потому, что она против человеческой природы, а это уж, простите, наука. Биология. Против нее не попрешь. Что это за дикая петрушка с экономической свободой и отсутствием прямого принуждения? Плебс, товарищ, сам работать не будет никогда. Никогда. Слышите? Никогда. Просто расскажите, как вы планировали заставить пролетария работать? Да, мне знакомый, который общался с этим вашим Дантооном, рассказывал, что будет свободное обращение трудовых ресурсов на свободном рынке. Ну, кто, скажите, намилось такое придумал? Это же благо-глупость. Во-первых, если такой рынок предположить, всех работников скупят пять-десять мерзавцев, у которых прямо сейчас есть деньги, и что после, скажите на милость? Один умрет, второй отчасти сопьется, третий уедет в колонии, четвертого застрелит второй, исключительно по пьяни. И куда денутся все эти работники? Да к пятому, который станет, как ни крути, все тем же монархом. Что-то такое, хотя и не так, случилось с этим вашим корсиканцем. Во-вторых, а с чего это пролетарий будет работать? Он не будет работать. Он быстро сговорится с таким же обурванцем, как он сам. Это неизбежно, понимаете, товарищ? Сговорившись, голодьба будет изображать работу, втирать очки, воровать. А что в итоге? Развал, деградация экономики, падение морали. А почему? Да биология же! Человеку от природы свойственно подчиняться только тем, кто выше и лучше. Ради какого черта, простите? Оборванец станет слушать точно такого мизерабля, как он сам. Ведь разница лишь в том, что у одного есть деньги, и он слегка почище. Да и богохульствует на людях в три раза реже. В остальном, точно такой бывший оборванец. Человек может подчиняться только настоящему аристократу. А это уж, простите, вопрос породы. Века, века положительной селекции, которая отбирает самых лучших из самых лучших. Древние рыцари, завоевавшие королевство лучших женщин, давшие идеальное потомство, которое, в свою очередь, воспитывается в идеальных условиях и скрещивается между собой. Но лет через сто, наконец, производит аристократию в первом поколении. И только ее, человеку, свойственно слушать. И идти за ней. Так повелось и с кони. А вы говорите, буржуазия. Огрянитесь вокруг. Вдруг буржуазия банкрот? Да-с-с. Ну, не расстраивайтесь, попытка была красивая. Вы попробовали, у вас не вышло. Да-с-с, не вышло. Практический опыт доказал. 26 лет, из которых 10 лет гражданской войны, попытка восстановления природу несообразной монархии с этим вашим корсиканцем и еще 10 лет войны. Кое-чего вы добились, но не смогли. И не смогли бы, товарищи, вы ведь не обижаетесь. Что я все время зову вас товарищем. Это только нормальное феодальное государство и нормальная феодальная экономика, жизнеспособной в этом мире. А буржуазия ваша уж, простите, способна только сапоги точать и спекулировать сахарным тростником из колоний. Про демократию я вообще ничего говорить не буду, ибо вы мне кажетесь умным человеком. Итак, монархия, феодал, ну и церковь. Вот те три столпа, на которых стоит мир. И будет стоять, я думаю, следующую тысячу лет. Равенна, улица Карфагенских трофеев, 493 год. В таверне сидят два землевладельца. Один двадцать лет назад раздал всю землю сотни коллонов и теперь испытывает проблемы. Второй латифундист, рабовладелец, и у него все в порядке. Вчера он лично поздравлял Теодориха Великого с воцарением, получив еще тысячу югеров земли и двести рабов. Латифундист угощает приятеля фалернским альбумом. Ну что, Петроний, доигрался в этот ваш колоннад? С чего ты вообще взял, что свободные люди будут на тебя работать? Работают, ты удивишься. А рабы? Да-да, рабы, так устроен мир. Может быть, ты слышал? Есть такая наука, математика. Вот смотри. Ты даешь колонну землю, и он вырабатывает сто процентов урожая. И платит тебе аренду, скажем, в двадцать пять процентов от выращенного. Так. А вот теперь обрати внимание. Точно такой же раб. Мне вообще ничего не платит, потому что я забираю все. Ну, допустим, пять процентов от урожая нужно потратить на пропитание, чтобы он не сдох и дал мне приплод детьми. Теперь несложная математическая операция. Девяносто пять процентов минус двадцать пять процентов равно семьдесят процентов. Таким образом, я богаче тебя почти в три раза. Что и следовало доказать. Кроме того, если раб у меня на пикулии, то после его смерти этот пикули заберу себе. А еще у него есть дети, которых я могу в любую секунду продать, заработав еще. И что мне это стоит в смысле трудозатрат? Да почти ничего. Ведь раб это скотина. Ты же не слишком утруждаешься, уговаривая вала пахать? Тебе такое и в голову не придет. Ты просто возьмешь и вытянешь его бичом. Как и раба, к слову. Раб меня слушается, потому что я его хозяин. И у меня есть бич. Ну, в натурфилософском смысле, ты понимаешь. А попробуй так поступить со свободным. Свободный человек это уже не скот. Побыв полдня на свободе, даже бывший раб начинает думать про какие-то свои права. Попробуй заставь его трудиться, если он, скажем, не в настроении. Можно, конечно, побить. Одного-двух можно и побить. Но десять, двадцать, тридцать, сотня колонов, они изговорятся завтра же. И тогда ты и твой старший сын ничего не будут стоить даже с испанскими спатами в руках. Они попросту забьют вас кольями, если что. Ну, ты скажешь, можно нанять бывших легионеров? Можно. Десяток ветеранов усмирят сотню крестьян без проблем. Но у тебя есть всего двадцать пять процентов арендной платы. Сколько сожрут легионеры? Бесплатно они стараться не будут, уж поверь. И сколько останется после этого тебе? Пять процентов. Вот тут и оно. Я оставляю пять процентов рабу, а колонны оставляют пять процентов тебе. Все эти игры с вашим этим феодализмом – это утопия. Ну, красиво, конечно, задумано. Свободный труд самозаинтересованных свободных людей. Этакий общественный договор. Но в итоге богами данная пирамида переворачивается с ног на голову. Ты получаешь пять процентов вместо девяносто пяти, хотя вроде бы хозяин и находишься наверху. Но, друг мой, пирамида, поставленная наверхушку, самая неустойчивая фигура в природе. Это геометрия, наука. А против нее не попрешь. И кто эту перевернутую пирамиду удержит в равновесии? Ополчение, которое собирают тридцати дворов по человеку, тебе самому не смешно? Они же разбегутся сразу, когда наступит время собирать урожай. Можно, конечно, оставить одного ополченца для вечной наследственной службы. Тридцать дворов его кормят и издают деньги на покупку вооружения. Но, коллега, зачем тогда нужен ты? Этот самый бывший ополченец тебя прирежет в ближайшем лесу и сам станет господином. Ну, допустим, это возможно. Но сколько соберется таких вот ополченцев? Я думаю, они и паранормальных легионов не составят. Следовательно, вся держава за поколение рассыплется на мелкие княжества. Ибо удерживать ее вместе заставлять этих ваших свободных людей работать и обороняться от внешнего врага они не смогут. Точнее, смогут, только если страна будет крошечная. Нет, только богами данный порядок. Император, рабовладельцы и рабочий скот в самом низу. Только так может существовать государство. И оно уж, поверь мне, так и будет существовать в ближайшую тысячу лет, как я думаю. А все эти ваши игры в феодализм – это утопия. Сколько вы вот в это играетесь? Со времен божественного Юли? Суллы? И что вышло? Вот то-то и оно, что ничего. Пятьсот лет достаточно, чтобы любой догадался, что вся сия конструкция нежизнеспособна. Латифундист умолкает. Глядя, как по улице марширует толпа, сконтируя, даешь феодализм – светлое будущее человечества. Восемь тысяч лет до нашей эры. Разваливающийся город Гебеклы-Тепе – просто улица. На камне сидит зашедший в гости кочевой охотник Пеп Мун-Ды из рода М-Ы. Рядом сидит цивилизованный землевладелец. Оба пьют ячменное пиво, глядя на ветхий город. Охотник поучает землевладельца. – Вот вы понастроили. Зачем? Все равно ведь все рассыпется. Мне прадед рассказывал, а ему его прадед. Вы же совсем недавно все это затеяли. Всего 80 поколений назад. 90? И уже все разрушается. Да, а сколько силы страчено впустую. А главное, зачем? Не понимаю. Ну, допустим, ковыряетесь вы в земле. Растить там что-то. Утром встал, пошел пахать. И так до ночи. И так каждый день. Так не легче ли взять копье и забить оленя в лесу? Весело, задорно, а в это время баба набрала в том же лесу ароматных кореньев. И все. В неделю еда есть. Можно лежать и чесать пузо. Ну, допустим, у вас большие запасы. И что? Если есть много запасов, значит, кто-то их обязательно приберет к себе. А остальных заставит пахать сутками на него. Причем за еду. Да у вас что-то такое и начиналось. Мне пройдет, рассказывал. Этот ваш шаман или как его? Жрец? Бога этого Эльбреда? Он жрец, только жрать и может. Ага. Все же на него работали. И никуда не денешься. Потому как куда ты сбежишь от своего поля? И будешь ты рабом, да? Вот у нас не так. У нас лучше. Попробуй сделай из нас рабов. Здесь олени кончились. Отскочевали на три недели. Там олени есть. А с богами я и сам разговариваю. Мне никакой жрец не нужен. Кормлю я только себя и свою бабу с дитями. Состарюсь, дети меня кормить станут. Вот это я понимаю настоящая жизнь. Такого красивого города мы, конечно, не построим. Но зачем он? Чтобы жрец этого вашего Эльбреда меня работать заставлял? О! Выкуси! Не бывать тому! Что тут у вас? Цивилизация? Да нахрен нужна такая цивилизация, когда все пашут, горб наживают, на котором потом будет кататься десяток лентяев. О, конечно. Город красивый, не поспоришь. Только много с него толку-то. Во-первых, все равно разварится. А вот наш лес и наши холмы, они вечные. Во-вторых, ну какая его ваша жизнь? Вот и погляди на себя. А вспомни моего прадеда. О, мужик был! Богатырь! Бегом догонял олени и копьем метал на триста шагов. И, между прочим, дожил до сорока лет. А ты в двадцать пять дохлее, чем он в глубокой старости. Все потому, что работаешь много. Все беды от того, что вы слишком много работаете и слишком мало отдыхаете. Кормя этих ваших тормоедов. Прокус вас. Вот только пиво придумали. Вот пиво у вас хорошее. А так суета одна. И ради чего? Вот этот город ваш. Сколько он простоял? Смех да и только. Три тысячи лет. Однако засиделся я у вас. Бросал бы ты эту вашу цивилизацию с рабовладением. Вы попробовали, ничего не вышло. Да и пробовали ты недолго. Пора бы уже понять, что ничего с этим вашим земледелием доброго не выйдет. Вас поработят, а город развалится. Только охота, собирательство и кочевой образ жизни. Так предками заведено. А предки они не дураки были. Все, прощавай, цивилизатор хренов.